Дорогие мои зрители, доброе утро! Сегодня мы отправляемся гулять, смотреть на красоты, на пейзажи и не только. Возможно, на какие-то исторические постройки. Буду с вами всем делиться, чем смогу. Сегодня такой день, день экскурсии. Если вам понравится, ставьте, пожалуйста, лайки. Буду только рада и буду знать, что мой труд приносит удовольствие моим зрителям. Для меня это очень важно. И оставайтесь со мной. Впереди гора. Естественно, что местность в Сардинии гористая. И поэтому названий, конечно, их я не знаю и не запомню. Потому что кругом горы, горы, горы. И, естественно, море. Растительность на Сардинии тоже удивительная. Очень много опунций. Опунции это такие кактусы, плоды которых можно употреблять в пищу. Колоритное местечко, конечно, здесь. Церковь потрясающая. Зашли в кондитерскую, где производят изделия из мороженого. И не только из муки, но все изделия ручной работы. Наверное, купим какой-нибудь тортик, чтобы вечером перекусить тортиком. Представляете? Улица перевернутых вас. Так бы я назвала эту улицу. Видите, какая она интересная. Такие висят колобашки над головами. И люди не спеша куда-то идут. В кафе сидят, пьют кофеек. Такой менталитет сардинийский типичный, когда все спокойно, размеренно, без спешки совершается. Но эти вазы меня просто покорили. Большие, красивые красочки. Здорово. Очень интересно. Это одна часть оставшейся из укрепления против нападений различных. Остался только вот этот фрагмент. Огромный фрагмент. Туристическое место. Кстати, я не сказала, что мы находимся в Аристана. Аристана – это город на Сардинии. Мы сюда приехали погулять, посмотреть, полюбоваться. Такая экзотическая улочка. Спокойная. Со множеством магазинов маленьких. Люди балдеют, пьют кофеек, едят. Да, все это интересно, конечно, наблюдать. Необычно. Проводить ваканс. Отпуск здесь очень даже неплохо. Вот я поближе показываю церковь, которая находится в городе Аристана. Они немножечко подробнее у меня в сообществе. Можете почитать, чтобы я не повторялась. Посмотрите сообщество. И рядом находится монастырь. Здесь было два монастыря. Один женский, один мужской. И сейчас это исторические памятники. И, конечно, очень впечатляющая архитектура. Древняя все. Очень красивая. Конечно, я очень люблю такие места. Поближе подойду. Но внутрь сегодня мы заходить не будем. Нет времени. Просто полюбуюсь на архитектуру. На древнюю архитектуру. Потрясающая церковь. Была построена к Успению Марии. И, опять же, повторюсь, что у меня в сообществе немножечко подробнее об этой церкви. Она очень древняя. Такое чувство, что это финиковая пальма. Такое ощущение, поскольку я дилетант в этом вопросе. Но ощущение, что это финики в процессе созревания находятся. Потрясающе. Если это не так, вы мне скажите. Но я почти уверена. Да, удивительная природа здесь. Я так спокойно установила свою сумку на этот камень, которому около двух тысяч лет. Это остаток римских развалин. То есть музейный экспонат. Спокойно лежит моя сумочка. Наблюдательная станция. И, конечно же, море. Потрясающее море. Оно немного здесь опасное. Здесь такое место как раз, когда не сильно уж поплаваешь. Особенно с детками здесь надо быть очень осторожными. Оно резко начинает быть глубоким. И достаточно бурно. Здесь яма метна такой идет. Даже возле берега нужно быть очень осторожными. И такое песчаное дно, когда оно просто засасывает ноги. Мы когда здесь купались, то чувствовалось, что ноги уходят сразу в море. Вместе с песком нужно быть осторожными. А вот эта башня наблюдательная. И с этой башней раньше сардинецы наблюдали за приближающимися кораблями. И могли противостоять атакам, например, фражеских кораблей, пиратов. Это очень старая башня. Море прекрасно. У нас остались фотографии с дочкой, где мы здесь находились несколько лет назад. Прямо возле этих камней мы фотографировались, купались, загорали. Вот по этому спуску можно подобраться к морю. Песчаная такая. Песчаный лабиринт. Очень здорово здесь, конечно. Погода жаркая. Сегодня опять 28 лет. Чуть даже больше градусов. И море теплое. Мало купающихся людей не потому, что море холодно, но теплое действительно. Потому, что достаточно опасный берег. Красив, но немного опасен. Я не сказала, где мы находимся. Это место называется Тарас. Это древний город, который был построен еще в 12 веке до нашей эры. То есть это еще до эпохи римлян. Тогда были финикийцы. Конечно же, это историческое место. Сейчас это огорожено. Здесь я нахожусь на косе, которая разделяет море. И с левой стороны море называют мертвым, потому что там такой залив, где вода не движется. Она находится в положении таком стагнации. Поэтому там швартуют корабли, яхты, потому что они никуда не уплывут. А с правой стороны море обычное, движущееся, волнистое. Место, конечно же, уникальное. Видите, там яхты припаркованные. И вода действительно застаивается. Стоит морская вода, но находится в состоянии неподвижном. Это удивительно на самом деле. Вот такая красивая коса. И с двух сторон море, но совершенно разное море. И, конечно же, Тарас. Тарас, этот древний город, находится возле этого мертвого моря, как его называют. Видите, здесь уже дырку сделали в сетке, наверное, чтобы фотографировать эти развалины. Впечатляюще, не правда ли? Там дальше находятся две колонны. То, что было с этим городом дальше, как-то в истории ничего не говорится в эпоху римлян. Поэтому я не знаю. Вечером сегодня мы решили выбраться в кондитерскую и съесть мороженое или пирожное. Вот показываем выбор. Все возможные пирожные, отличительные от пирожных Франции. На сегодня прощаюсь с вами, дорогие мои зрители. Немножечко показала вам исторические места. Ну и, конечно, не обошлось без кондитерской. Всем хорошей недели. До новых встреч, новых видео. Я надеюсь, что они будут очень-очень скоро. Всем пока-пока-пока.